В Вирмовском колледже Таллинского технического университета научно-образовательная деятельность кипит даже на школьных каникулах. Как раз на этой неделе здесь работает проектный научный лагерь для школьников, которым и сидеть дома на каникулах как-то не камильфо, и слоняться по улицам тоже не хочется. Тут же в уютных стенах от реновированного здания колледжа им скучать не приходится. Для них и конструирование роботов, и работа с голограммами, и изготовление мыла, и изучение продуктов питания, и еще множество увлекательнейших занятий. Проводится лагерь, конечно же, не без финансовой помощи Министерства науки и образования. Директор по развитию Вирмовского колледжа Мария Розелехт так прокомментировала каналу ЛИТЭС основную задачу этого лагеря. У нас уже третий год проводится в Вирмовском колледже детский лагерь и осенью, и весной, именно во время каникул. И мы предлагаем детям, начиная с первого класса, то восьмого класса, такие научные, развлекательные, рабочие комнаты, где они через игру могут научиться многому интересному и полезному в ежедневной жизни. Это как раз самый лучший период. Это такой возраст, когда ребенка все-все в мире интересует, и если мы можем этот интерес у них оставить, чтобы они и дальше стали интересоваться наукой, техникой и так далее, тогда из них получатся очень любопытные и умные люди. Как говорится, из каждого человека можно получиться или инженер, или механик, или научный работник, главное, чтобы был бы интерес. И поэтому мы не выбираем ни лучших, ни по знакомству или по-другому. У нас просто открывается регистрация, и все, которые захотят, могут зарегистрироваться. Только у нас есть лимит, конечно, 20 человек в группе. И когда набирается 20 человек, мы закрываем регистрацию. Работа лагеря одним только колледжем не ограничивается. Младшие участники найдут свои приключения и головоломки в парке Моязы Кукрузы, а старшие учащиеся погуляют вместе с барышнями Моязы Кукрузы в старинных костюмах, побывают на Северном полюсе, познакомятся со старыми измерительными приборами и узнают, как их использовать.